В этом видео вы узнаете, какой трэш может быть при перелёте в Японию. Неужели может быть типа ещё хуже? Но об этом чуть позже. Я поставила себе цель побывать в самых интересных местах Токио, и, конечно, пока что мне не удалось захватить все места, но есть что вам показать точно. Это первая часть блогов из Токио с нашими приключениями. Поехали! Вот такую инструкцию о том, как быть хорошим туристом в Японии, можно увидеть в аэропорту. А вот здесь в аэропорту Ханедо можно взять IC-карту, которая облегчит вам перемещение в метро и автобусах. Ловите лайфхак? Называется такая карта Суика, или же бывает Пазмо. Также я советую вам поменять доллары на иены именно в аэропорту, потому что это удобнее всего, и курс там самый хороший по моему опыту. Первым делом мы посетили Акихабару, чтобы взять Wi-Fi. Координаты для тех, кому нужно на экране. Это очень полезная штука в путешествии. В этот раз я показывала Японию своей подруге Фасольке, которой первый раз здесь, и это была одна из ее мечт. Люблю Акихабару, так как она прямо пропитана всем тем, за что многие полюбили Японию. Техника, море, аниме, мыдочки, игровые автоматы. Я уверена, что значительная часть моих зрителей подписаны на мой канал, потому что так же, как и я, хотят побывать в Японии, или остаться здесь жить, найти работу. Но ведь многие вообще не знают, с чего начать этот путь. Если вы интересуетесь, но не знаете, как уехать в Японию, у меня для вас важная новость. Мои хорошие знакомые из японского центра на Дзоми сделали подробный вебинар на тему, как уехать в Японию сейчас, пошаговый план поступления в языковую школу, на котором вы узнаете, какой уровень японского языка нужен для поступления в языковую школу, обзор школ и программ обучения, советы по выбору школы, какие документы нужны для поступления в школу и как их оформить, сколько стоит обучение и жизнь в Японии, как найти работу, которая поможет покрывать расходы на обучение и многое другое. После вебинара вы поймете, что переехать в Японию проще, чем кажется, и получите понятный план, состоящий из шести шагов о том, как поступить в языковую школу. И да, как я уже говорила, я вам немного завидую, ведь в мое время таких подробных гайдов не было. И, к слову, благодаря Дзоме уже уехали учиться и жить в Японии множество людей. На вебинаре для вас будут выступать три человека. Преподаватель японского языка с более чем 20-ти летним опытом и руководитель центра, консультант по обучению в Японии, а также действующий студент языковой школы, который поделится своим опытом. Также в подарок участники вебинара получат PDF-гайд, фразы для прохождения собеседования в языковую школу, которые потом можно будет использовать для подготовки к собеседованию. Ссылка на вебинар с информацией о том, как в 2024 году уехать в Японию, чтобы учиться здесь жить и строить достойное будущее, я оставлю в описании. А также можете воспользоваться этим QR-кодом. Приходите по ссылке и участвуйте в вебинаре, это реально полезно. Итак, пусть Сусю берет шанс выбить себе что-то. А что ты бы хотела больше всего? Вот этого. Вот этого? Да, мне кажется, она супередкая. Да, мне тоже такая. Так, 500, да? Да. Крути. Цвет многообещающий. Бля, пацан. Пацан воничий. Бля, или пацан? Ага. Ну, он тоже прикольный, конечно. Но он мне как дирой не очень нравится. Что, может, еще раз? А если будет еще один пацан? Ой, это капец. Бля, пацан. Положу ему посылку кому-нибудь, куда-нибудь его посылку, по-моему. Всем привет. Сегодня у нас такой день дождливый, но мы зашли покушать в мое любимое место. Сейчас я вам покажу его, познакомлю вас с ним. Это самая вкусная японская карри, которая вообще только есть в этом мире. И это называется Coco Carri. Вот. Такой у нас закуп. У нас еще есть. Это Ксюша. А, ну, со мной познакомишь? С тобой уже знакомлюсь. Привет, дорогие друзья. Мы находимся в Coco Carri. Самом вкусном карри в Японии. Вот. Добро пожаловать на канал Даши. Здесь вы увидите очень много чего интересного про Японию. Здесь, как всегда, бесплатная вода. И вот ложечки. Мяу-мяу. И здесь мы делали заказ. Мяу-мяу. Вот мы и объелись. Ксюша уже тоже объелась. Но съела только половину. Ксюша, какие впечатления? Очень вкусно. Очень вкусно. А у тебя какие? Мы уже были из нашей в Coco Carri. Мы считаем, что Coco Carri это самое вкусное карри в Японии. И придя сюда через, получается, год, мы полностью оправдали ожидания Coco Carri. То есть это все еще самое вкусное карри. И тут давайте вернемся к сложностям при перелете. Ребята, болею, поэтому буду записывать так. Когда мы были уже заряжены и стояли в очереди на посадку, нам объявляют о задержке рейса на один час. Те, кто следят за моими соцсетями, уже знают, что было дальше. Но вы послушайте. Мы особо не расстроились и подождали. Но спустя час оказывается, что наш самолет полностью сломан и рейс переносится на час ночи. И тут мы тоже не расстраиваемся. Мы использовали лайфхак, оформили бесплатную подписку Тинькофф Премиум и прошли бесплатно в бизнес-зал в аэропорту. Там мы отдыхали, кушали. Было супер люкс, супер классно. Примерно 7 часов. Час ночи, время посадки. Мы уже предвкушаем полет. Предвкушаем, как мы окажемся сначала в Китае, потом в Японии. Но почему-то, за исключением нескольких человек, на посадке никого нет. Также нет ни сотрудников, никого. Хотя вот уже началась посадка. И если бы Фасолька не позвонила на горячую линию аэропорта, мы бы вообще не узнали, что, оказывается, рейс вообще отменили. Больше всего в этой ситуации напрягает отношение сотрудников этой авиакомпании к людям. То есть нас никто не предупреждал, ничего не объявлялось по громкоговорителям, ничего абсолютно. На табло показывает то, что посадка час ночи, ваш рейс. А по факту рейс вообще отменен, и, возможно, он будет следующим днем в 9 часов вечера. Итого, я думаю, вы можете представить себе наше состояние в тот день, осознавая, что нам еще ждать целые сутки практически. И еще не факт, что мы улетим. Ох уж эти китайские авиалинии, конкретно эта компания была China Eastern Airlines. Запомните и постарайтесь избегать ее. Билеты, конечно, дешевые, но сколько же стресса и проблем мы испытали из-за этой авиакомпании. И на этом, конечно же, наши приключения не заканчиваются. Мы набились, как кильки, вместе с китайцами в маршрутку, которая повезла нас в отель. Мы настолько плотно забились, что просто невозможно было пошевелиться. При этом китайцы не понимают ни по-английски, ни по-русски. И пытаются что-то спрашивать у нас. Я, конечно, пыталась им помочь, но это просто было невозможно. Прикол в том, что нашим рейсом полностью забили один отель, и нас повезли в следующий отель. Там китайцы продолжали меня что-то спрашивать на китайском, причем очень настойчиво. Я смогла им помочь только, как заполнить документы на то, чтобы заселиться. И то я так и не смогла им объяснить, что такое подпись. Не знаю, почему-то они не понимают, что такое подпись. Я даже в переводчике на китайском им пыталась объяснить, но они так и не поняли. На следующее утро мы решили выехать в аэропорт пораньше, чтобы узнать, будет ли какая-то компенсация, как нам поменять билеты и любая другая информация. Потому что в прошлый день нам постоянно обещали, что будет какой-то представитель авиакомпании, которого так и не было. Была какая-то девушка, которая пришла во время посадки еще первый раз, и потом она убежала, говоря «нет». И все. То есть на все вопросы был один ответ, и она убежала. Однако к представителю авиакомпании уже с утра нас встретила огромная очередь, которая не двигалась практически на протяжении четырех часов или даже больше. Все это сопровождалось разборками между людьми в очереди. Все торопились, все хотели успеть на свой отпуск. Многие люди летели в Таиланд, там еще куда-то, в общем, в разные страны через Китай. И никому не давали нормальной информации. Пока я ходила за вещами, Фасолька с Мишей даже чуть ли не успели посраться с одной женщиной, которая пыталась влезть в очередь после очень долгих часов ожидания всех остальных в очереди. В общем, стрессы мы испытали сполна. И далее вот уже последним вместившимся нам дают билеты на рейс в Шанхай. И далее уже в Шанхай нас должны на какой-то рейс ближайший посадить в Японию. Конечно, все это было очень страшно, потому что непонятно, что будет в Китае. Бросят нас там, так же, как в России. В общем, на этом стресс не закончился. Ну а здесь хочу сказать то, что уже в Шанхае сотрудники аэропорта нас встретили уже около трапа. Нас пометили. И во всем нам помогли, в том числе выдали компенсацию за билеты в размере половины стоимости билета в юанях. За это им большой респект, но мы, конечно, будем подавать жалобу на то, чтобы нам полностью компенсировали все, потому что мы просрали один день в Японии. У нас было оплачено такси, которое тоже было абсолютно просрано со всеми деньгами. Честно, такие перелеты очень выматывают и отбивают любое желание путешествовать. Наш путь в итоге занял более трех дней. Но впечатления, полученные в Японии, море эмоций, затмевают полученный стресс. И я хочу пожелать вам побольше позитивных эмоций в жизни, чтобы жизненные проблемы уходили на задний план. Жизнь всегда наполнена скачками и падениями, и здесь самое главное научиться с ними справляться. И не забывайте, что в описании вас ждет очень полезный марафон. Всем пока!